Уважаемые слушатели моих небольших роликов по эволюции гоминид, ну, к которым мы сами относимся. Сегодняшний выпуск передачи серийной эволюции сегодня посвящен очень интересной проблеме – капитализации мозга. Ну, в чем дело? Дело в том, что любая капитализация предполагает наличие каких-то ресурсов. Ну, например, там после Второй мировой войны у американцев было очень много ресурсов, была очень развитая экономика, больше 50%. И они могли клепать эти самые зелененькие бумажки в любых количествах, потому что, по сути дела, они были обеспечены ресурсом. Плюс, по мере того, как США распространял свое влияние, она захватывала другие ресурсы. И под эти ресурсы, которые были захвачены в других государств, в том числе и нефть, газ, природный лес, все что угодно, рыба. Значит, под это можно было выпускать деньги, потому что это ресурсы, которые, по сути дела, принадлежали им. И сейчас это все продолжается, но вот эта вот шагреневая кожа мировых ресурсов, особенно тех, которых вывести сразу невозможно, то есть земляные ресурсы, природные ресурсы, геологические разные ресурсы, они начинают возвращаться к владельцам, от чего бедная Америка очень страдает. Но речь пойдет не об этом, не о том, как владение недрами обеспечивает печатание американских долларов. Нет, речь пойдет о совсем другом, о капитализации мозга. У нас есть такие недра, которые называются мозги. И разрабатывать эти недры, в общем-то, надо. Почему? Потому что это неосвоенная территория. Конечно, есть попытки, там пытаются заманить особенно качественных программистов, каких-то выдумщиков, ну или хотя бы, так сказать, умелых заимствователей типа Илона Маска, для того, чтобы, пользуясь, так сказать, интеллектуальными недрами, то есть ресурсами, как-то находить способы новой форм капитализации. В конце концов, те же самые вот эти криптовалюты – это что такое? А криптовалюты – это те же самые ресурсы. Церебральные. То есть, по сути дела, происходит капитализация мозга. На чем построен ресурс? Да на том, что всем известно, кто покупает, кто продает и сколько их делается. И это не сотрешь и не отменишь, поскольку это сразу распространяется по всем владельцам. Отсюда и привлекательность. То есть, обращаю ваше внимание, на самом деле все вот эти цифровые валюты, биткоины и ему подобные являются чистой капитализацией мозгов. Потому что это придумали люди. Используя уже имеющиеся компьютеры, имеющиеся технологии, но они взяли и капитализировали собственные мозги вот таким отличным способом. Появился биткоин, который сейчас позволяет экономистам стирать языки. Слава богу, что они вот этим самым, собственной капитализацией мозга не обладают. То есть, мы видим каждый раз, и таких примеров все больше, когда с помощью тех или иных интеллектуальных усилий и даже в рамках имеющихся парадигм правил закономерностей происходит капитализация мозгов. То есть, иначе говоря, у нас открывается новая область освоения недр. Эти недра называются человеческие мозги. Но этого, во-первых, мало кто понимает, что хорошая идея может наделать больше чудес, чем любая ядерная бомбардировка. А по этой причине этому надо уделять внимание, а не только ножки раздвигать. Это, кстати говоря, очень влияет на ту самую капитализацию мозга. Что же препятствует капитализации мозга? В первую очередь коммерческая составляющая выглядит очень нестабильной. Почему? Потому что всем кажется, что, ну, вот биткоин там с циферками, которые ты запомнил циферки или записал где-нибудь, и он является нетленкой. А мозги, ну, во-первых, они сначала растут, потом стареют, потом дегенерируют. Период пользования очень небольшой, примерно такой же, как у хорошего лампового усилителя. То есть, когда он вошел в режим, но еще не вышел вот этот момент. Но зато можно получить очень большую капитализацию, ну, как с биткоином. Однако этому препятствует масса всяких проблем. Дело в том, что в современном мире очень тщательно как раз делают обратное, упрощают работу мозга. То есть снижают капитализацию. И в этом отношении вот американцы в семидесятых-восьмидесятых уже добились очень больших успехов. Потому что они такой степени о скотильне и собственное население, то есть перевели их благодаря кредитным, кредитной политике Рейгана, рейгономике, они их опустили на уровень почти животных для размножения. То есть что происходит-то? В таких условиях мозги работать не будут, когда у тебя сыто, жвачно, есть машина-квартира и так далее. То есть, конечно, это упрощает до предела. Ну, потом им пришлось закупать математиков, физиков, химиков, биологов из стран распавшего социализма. Благодаря этому они как-то выкрутились. На самом деле дело не очень хорошее. Сейчас массовая компьютеризация создает иллюзию доступности информации, информационных потоков, с которыми не справляется наш мозг. Но если там справляться нечему, то и не справляется. Потому что на самом деле все эти информационные потоки на 99 процентов повторения одного и того же. Талдычит бестолковые, значит, эти журналисты, которые сами ничего не понимают, но зарабатывать как-то надо. Вот они сказителями выступают. На самом деле такой информации практически нет. Даже научная информация на 80 процентов является глупостями, которые выдумывают для зарабатывания денег. Поэтому как бы и в 80-е, и в 80-е, благодаря сытной и счастливой и жвачной жизни, значит, очень многие в цивилизованных странах, я имею в виду золотой миллиард, утратили способность пользоваться своими мозгами. Значит, их капитализация была невозможна. И закупали тех, кто умел это делать. В странах социализма, понятно. А сейчас эта система работает не менее эффективно. Потому что, с одной стороны, все хотят управлять всеми, а с другой стороны, ресурсов-то уже нет. Недра уже исчерпаны. То есть не в том смысле, что выбраны. Они разделены. А вот мозги еще нет. Их можно капитализировать. Но для этого нужно строить другие отношения. Если мы будем стремиться к тому, чтобы только есть, выпендриваться и размножаться, то о никакой капитализации речь не идет. Некоторые, кстати говоря, ничего кроме этого не могут. Это ничего страшного. Это даже хорошо. Просто будет с чем сравнивать. Но, в общем-то, капитализировать таких своеобразных специалистов области репродукции и потребления довольно сложно. Поэтому капитализации, соответственно, будет подвергаться тот, кто умеет своими мозгами пользоваться. А это совсем другая история. Надо сказать, что на самом-то деле, если переводить это все в экономику, то нужен спрос на мозги. А спрос этот есть. И упрощая работу мозга до уровня нажимания в лабуду, чтобы сходить за магазин, мы, собственно говоря, снижаем капитализацию собственного мозга. То есть, получается, активов у нас становится все меньше. А людей, которые могут капитализировать их мозг, то есть, которые могут соображать, становится все реже. И цена его непрерывно растет. Причем лучше, чем у биткоина, обращаю ваше внимание. То есть, на самом деле, наличие работающего мозга – это значит, что у нас есть спрос. Вот этот спрос надо развивать. Но, если пытаться выращивать, как на криптофермах, биткоины, не пойдет. Очень долго надо делать. Значит, остается только одно – отбор тех, кто уже умеет. То есть, мозг тех, кого можно капитализировать и превратить в деньги. Можно печатать деньги под капитализированный мозг? Конечно, можно. Если у вас такие ребята работают, которые могут изобрести биткоины. Причем, чем дальше, тем цена, стоимость, скажем так, денег, которыми капитализированный мозг, будет возрастать. Можно ввести даже специальную валюту. Значит, какой-нибудь церепкоин, который отражает, собственно говоря, наличие мозгов у того или иного человека. Ну, у этого там церепкоинов, например, 5, а у этого 500. Ну, понятно, что этих 100 человек можно применять на этого одного, и, в общем, потери-то особенной не будет. Нужны критерии. А критерии, они есть. Причем, чем выше падение жизненного уровня, тем критерии будут четче и яснее. А поскольку мозги разные, то существует и существует независимо от спроса. Поиск вот этого самого мозга, который можно капитализировать, превращается в настоящую охоту. То есть разработка мозговых недр должна осуществляться также геологическими партиями, которые идут на Аляску или в Сибири, там ищут чего-нибудь. Там бриллианты, нефть, золото и прочее. Так вот, церебральный сортинг, который на самом деле лежит под положкой, под этим, под всем, то есть искусственный отбор, он и является одним из инструментов капитализации. Понятно, что тот, кто только размножается, пользуется, он никаких интересов для капитализации не представляет. Но он представляет интерес в другом плане, о чём мы уже неоднократно говорили, демонстрирует эту штучку. Так что недра у нас, получается, мозги разные, ну и активы тоже. Поэтому нужно будет списывать те мозги, которые обладают низкой капитализацией, и вкладываться в те, в которые обладают высокой. То есть ничего не это... По сути дела, капитализация мозга – это власть. Капитализация власти. Кто это сообразит, тот снимет сливки. Поэтому я призываю обратить внимание господ экономистов и деньгопечатателей на технологию капитализации головного мозга человека, который при известной системе отбора, подготовки и тестирования может быть основой будущей власти. Ну, для тех, кто это сообразит и кому повезёт. Поэтому, уважаемые слушатели, советую следить за собственным мозгом, относиться к нему бережно, не разрушать различными излишествами, холить или леять, как и кюль-пуаро, свои серенькие клеточки. Вполне возможно, что в ближайшем будущем это у вас будет единственный капитал, который не пропадёт. На этом до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok